Вот в таком положении номер у вас находится, понятно, да? Вот в таком. Евгений Буторин подробно объясняет спортсменам правила акватлона. В таком состязании многие участвуют впервые, так что четкая инструкция просто необходима. Соревнования, кстати, проходят на Камских заливах. Первыми в борьбу вступают самые юные участники. Ребята плывут 250 метров. Условия здесь, говорят девчонки и мальчишки, совсем не те, что в бассейне. Вода мутная и вообще так, плывешь не видишь, где там как. После заплыва уже в транзитной зоне участники за секунды надевают номера, кроссовки и отправляются на беговую дистанцию. Ее длина 1 километр 250 метров. Преодолев кросс, юные спортсмены буквально валятся с ног. По итогам двух испытаний лучшим становится Иван Вагин. Его время ровно 9 минут. Теперь на старт отправляются ребята постарше и взрослые спортсмены. Плывут они два круга, да еще и с выбеганием на берег. Ваня, нормально? Холодно! На водной дистанции в лидеры вырывается Иван Грехов. И неудивительно, парень занимается плаванием уже 10 лет. Успешно преодолев еще 2,5 километра по бездорожью, он становится абсолютным лидером первенства города по акватлону. Это что-то новое такое, не такая, не твоя стихия, и как интересно попробовать себя. Ну, было тяжко, ну, как с непривычки, наверное, вода холодной показалась. Но потом привыкаешь уже, делать нечего, доплываешь, добегаешь, терпишь. В состязании также участвует организатор и главный судья первенства города по акватлону, металлорг Сергей Мишанин. Из воды он выходит лишь 20-м. Однако на беговой дистанции спортсмен совершает мощный рывок и в итоге приходит вторым, завоевав золото в своей возрастной категории. Пловцы, во-первых, не так быстро бегают, как плавают. И я знал, что я буду по одному догонять. Ну, вот, я бегу чуть-чуть побыстрее, чем они. И вместе с Сергеем Мишанином на дистанции сражаются известные на комбинате спортсмены Максим Муравьев и Ольга Журавлева. Кросс, говорит Ольга, дался ей очень тяжело. Местами приходилось даже идти пешком. Но спортсменка и мысли не допускала сойти с дистанции. В итоге золото. Меня на дистанции спросили, ты сошла или нет. Я говорю, я по дистанции иду. Нет, я как бы дотерпела, это себя проверила. Ну, тоже интересно, можешь ты что-то еще или не можешь. А вот для самого опытного участника Михаила Шаламова это двойное испытание просто как хорошая тренировка. Он предпочитает более длинные дистанции. Я марафонец, поэтому мне надо бежать, 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 бежать. А спринт-то, в общем-то, это не мое призвание. Такие, я всегда им говорю, ребятам, что Владимирские тяжеловозы вместе с рысаками горголовскими не бегают. Михаил Шаламов также становится золотым призером в своей возрастной категории. Победители награждаются медалями и памятными подарками. Но самое главное, говорят спортсмены, здесь, на Камском берегу, они получили отличные впечатления и надолго зарядились бодростью и оптимизмом. Давайте сначала сюда. Давайте сначала сюда.